Сегодня на заседании в Самарской губернской думе депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Самарской области на 2025 год. Безусловным приоритетом бюджета остаются социально значимые расходы. Две трети расходов бюджета мы предлагаем направить в том числе на повышение заработной платы педагогических работников школ и детских садов, учреждений культуры, медицинской и социальной сферы. Страховые взносы на обязательно медицинское страхование увеличиваются. Отдельно обращаем внимание на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей. Помощь многодетным семьям в два раза почти больше. На заседании обсудили финансирование новых мер поддержки, которые были предложены губернаторам. Среди них увеличение путевок в детские лагеря на 10 тысяч. Поддержка молодых мам в возрасте от 18 до 25 лет. Единобременные выплаты размером в 100 тысяч рублей. Социальная выплата взамен земельного участка для семей участников СВО. Ежемесячные денежные выплаты для ветеранов труда. В ближайшие три года направят 12 миллиардов рублей на ликвидацию очереди за жильем детей-сирот. Жилплощадью обеспечат более 3 тысяч человек. Еще один из важнейших приоритетов – общественный транспорт. В интересах правительства Самарской области абсолютно бесплатно московские институты проведут полную ревизию всего, что связано с дорожно-транспортной деятельностью и с общественным транспортом. Общий объем финансирования транспортной отрасли составит более 5 миллиардов. Благодаря этому в следующем году работа по новым контрактам обеспечена на 76 маршрутах. Также направлено 7 миллиардов рублей на ремонт дорог местного значения. Важным направлением расходов станет улучшение здравоохранения. Капитально отремонтируют около 80 объектов. По завершении этих мероприятий помощь в обновленных условиях смогут получать более 500 тысяч жителей Самарской области. В 2025 году будем строить 53 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов. Это в полтора раза больше, чем в 2024 году. Впервые за несколько лет значительно обновим автопарк скорой медицинской помощи на сумму 450 миллионов рублей. Кроме того, продолжим обновление парка неотложной медицинской помощи. Существенно увеличит финансирование сферы образования. Со следующего года начнется строительство пяти новых школ и трех детских садов. В проекте бюджета все больше средств будет направлено непосредственно муниципалитетам для того, чтобы насущные вопросы решались быстрее. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.